Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В императорском зале КФУ состоялась торжественная церемония вручения премии имени Лобачевского за 2019 год. В Актанышском районе прошло мероприятие научный десант КФУ. В Казанском университете состоялась церемония вручения медалей премии имени Лобачевского, обладателем которых стал канадский математик Даниэль Вайс. Награду ученому вручили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и ректор КФУ Ильшат Гафуров. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения премии Лобачевского за 2019 год, в которой принял участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. В 2016 году по решению ученого Совета КФУ была возрождена традиция, существующая уже более 100 лет, вручать премию имени Лобачевского достойнейшему из ныне работающих исследователей в области математики. Идея была поддержана на заседании Попечительского Совета КФУ во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым. Все затраты по премии и проведению торжественной церемонии данного мероприятия взяли на себя попечители университета. Размер премии составляет 75 тысяч долларов. В этом году лауреатом стал американский ученый Даниэль Вайс, канадский математик, профессор математики в университете МакГилла. Ученый получил премию за доказательства знаменитой гипотезы Хакина. Работа Даниэла Вайса, а также разработанные методы, составляет наиболее значительный вклад в геометрию Лобачевского и теорию геометрических групп за последние 40 лет. Проблема была поставлена в середине прошлого столетия и оставалась нерешенной. От имени президента и правительства Татарстана из себя лично лауреата премии поздравил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Математика всегда была в центре внимания Казанского научного сообщества. С момента основания Казанского университета, а затем и других наших вузов, она привлекала внимание самых блестящих умов наших соотечественников, которые в свою очередь внесли неоценимый вклад в мировую науку. Благодаря деятельности многих поколений ученых, Республика Татарстан сегодня является мощным центром компьютерных и математических наук. Только в Казанском федеральном университете есть три института, специализирующихся на этой тематике. Кроме того, в структуре университета действует IT-лицей, одна из лучших общеобразовательных школ Российской Федерации. В своем ответном слове профессор Дэниэль Вайс еще раз поблагодарил Казанский университет за награду и отметил высокий уровень не только истории научной школы, но и современного состояния университета. На этом торжественная церемония не была окончена. Зрители ждали два приятных сюрприза. Детский театр «Радуга» представил спектакль «Россия мне раскрылась тебе Казанский университет», посвященный 215-летию вуза. Кульминацией мероприятия стала первая демонстрация фильма «Пространство Лобачевского», созданного международным творческим коллективом при поддержке попечителя университета. В 2010 году, когда университет стал федеральным путем объединения большого количества вузов, история Императорского Казанского университета могла быть затерянной. И нам хотелось через этот фильм показать, что основные принципы все-таки они сегодня нами сохраняются. И более того, мы развиваем те же направления, которые изначально были представлены в Императорском Казанском университете. Напомним, впервые премия имени создателя неевклидовой геометрии была учреждена еще в 1895 году. Впоследствии ей несколько раз давали новую жизнь. В новейшей истории Казанского университета было принято решение присуждать премию медали имени Лобачевского раз в два года. Валерия Муратова, Ленардо Влесьяров, Универньюс. Последним пунктом посещения научного десанта КФУ стал Актаныш. Мероприятие развернулось в районном доме культуры Актанышского района. О том, как оно прошло, наш следующий сюжет. Научно-просветительская акция от представителей КФУ охватила 18 городов и районов Татарстана. Участниками мероприятия на этот раз стали более 500 актанышцев. По традиции в рамках акции Набережный Челнинский и Елабужский институты КФУ организовали для актанышских школьников научно-популярные лекции, занимательные интерактивы, профориентационные мастер-классы, опыты и эксперименты. Я хочу узнать, как собирать Крубик-Крубик и более другие вещи. Гости научного десанта КФУ осмотрели более 20 станций различной тематики. В частности, мастер-класс по генерации электроэнергии, механической энергии или гидроэнергии. Мы устраиваем разные квесты, детям даем разные задания. У нас татарский факультет, поэтому у нас и задания по татарскому фольклору. Я демонстрирую новые наборы лего. Это промышленные роботы, также есть умный дом. Ими занимаются студенты. Для педагогов, школьников и их родителей ректор КФУ Ильшат Гавуров провел открытую лекцию, в которой подробно рассказал об истории развития и становления Казанского федерального университета. На мой взгляд, такие мероприятия очень важно показывать именно учащимся школам и давать возможность ощутить себя в некоторой степени студентами университета. Тон работы научно-образовательной акции задала лекция доктора филологических наук КФУ профессора Фата Галимулина, которая раскрыла основные этапы развития искусства татарского слова. В акции было охвачено практически все районы Республики Татарстан. И это грандиозное мероприятие, которое было реализовано по инициативе ректора Шатарфкадши Гафурова. Кроме того, отдельным проектом предусмотрено проведение комплексного исследования и самообследования в образовательных организациях Актанышского муниципального района под руководством ученых Казанского федерального университета. Итогом этого процесса станет выход на программу улучшения результатов образовательной деятельности. Актаныш стал заключительной точкой на карте исследования научного десанта КФУ по городам Татарстана. В завершение дня состоялось подписание договора о сотрудничестве между КФУ и Актанышским муниципальным районом. Лилия Баталова, Мурат Хафизов, Универньюз. В этом году свой юбилей празднует не только Казанский университет, но и Музей истории Казанского университета. В этом году ему исполнилось 40 лет. 30 ноября Музей истории Казанского федерального университета отметил свой юбилей 40 лет со дня основания. С поздравительным словом перед гостями мероприятия выступил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Сегодня музею 40 лет. Да, с точки зрения человеческой жизни это немало, но с точки зрения истории, которую делают люди, работающие в университете, это еще совсем молодой возраст. И поэтому я хотел бы пожелать коллективу Музея истории Казанского университета Светлане Анатольевне сохранить ту молодость и ту динамику развития, которую мы видим сегодня. Руководитель музея истории Куфу Светлана Фролова рассказала гостям о становлении и развитии Музея истории Казанского университета за 40 лет. В сентябре 1978 года началась работа по созданию в Казанском университете Музея истории. Его торжественное открытие состоялось 30 ноября 1979 года. Первый директор музея – заслуженный работник культуры Республики Татарстан Стелла Писарева. В создании музея активное участие приняли студенты-историки. Некоторые из них в последствии стали известными учеными и руководителями музеев. Отметим, что за 40 лет музей посетили около 1 миллиона человек. Среди гостей – выдающиеся государственные деятели, деятели науки, культуры и искусства, студенты и школьники. Мероприятие в честь 40-летия музея продолжилось спектаклем Детского театра «Радуга» Института психологии и образования КФУ «Россия мне раскрылась в тебе», Казанский университет. Также в этот день поздравить с круглой датой музей истории пришли коллеги по цеху, а также преподаватели, сотрудники и гости университета. Сегодня музей известен не только в Казани, но и в России и за ее пределами. Он стал важнейшим центром пропаганды, отечественной науки и культуры, крупнейшим центром культурной жизни города. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok